Вот наши каналы коммуникации, вам они в принципе все знакомы. Это наше мероприятие, понятное дело. Это интернет, и я отдельно хотел сказать, что это в общем тоже для вас, наверное, не секрет, надзначенный секрет, что все постепенно уходит в интернет, в том числе и средства массовой информации, не удержим туда стремятся. И мы, конечно, будем в первую очередь, когда мы работаем со всей страной, нам придется работать с географией от Владивостока до Калининграда. Это невозможно сделать мероприятиями или отдельными какими-то проектами. Только через сильную диджитал-платформу, и мы уже работаем в этом направлении. Пока, конечно, мы только на старте, но мы будем делать большой, серьезный сайт с карточками спортсменов, с рассказами о каждом видном спорте, с рассказом о каждом конкретном персональном спортсмене любой федерации, любого вида спорта. Этого нет сейчас, но это появится. Понятно, что в социальных сетях мы тоже рассчитываем сделать свое присутствие достаточно значимым, и все это вместе будет агрегировать большую аудиторию болельщиков, мы надеемся. Олимпийский канал, я думаю, что я даже не имею права тут говорить больше двух слов об этом, потому что есть Константин Выборов, который лидирует этот проект. Это огромная история, мы на нее тоже очень надеемся, мы делаем в трудочный смог. И в плане поддержки информационной команды России мы рассчитываем, что это тоже будет серьезным рычагом. Вот, кстати, статистика, если вам интересно. Помните игры Salt Lake City? Вот синенький кружок, это сколько людей смотрело игры по телевизору. А голубенький кружочек, это игры смотрятся уже в интернете. Вот если вы посмотрите, в Ванкувере в 2010 году, это были уже сопоставимые цифры. В Сочи аудитория, которая смотрела игры через интернет, уже превысила аудиторию телевизионную. Дальше, больше, я думаю, что все так же будет происходить, только вот в обратной градации. Поэтому еще раз нам очень важно присутствие в интернете и информационная поддержка тех изданий, которые уже присутствуют в интернете. Олимпийский канал, наша диджитал-платформа, как мы ее видели. Мы прекрасно представляем, что и как делать. Единственное, что у нас сейчас есть небольшие сложности с финансированием всей этой истории, но тем не менее мы двигаемся вперед, мы работаем с каждым потенциально заинтересованным участником рынка, кто хочет нас поддержать, и рассказываем, почему это мы можем вместе сделать выгодно. Вот пул наших текущих партнеров, вы их всех знаете. Какие-то из них появились совсем недавно, и мы им очень благодарны. И на самом деле это не... и просто сказать о своем наболевшем, это не... мы пытаемся максимально уйти от истории, как раньше было. Знаете, пожертвовал денег на спорт, дал вот так вот с плеча и сказал, все, ладно, пользуйтесь, и забыл. Это вообще о другом истории. Мы теперь каждому партнеру заранее, до подписания контракта, разрабатываем огромную большую стратегию активации. Делаем это сами, внутри себя, там, тремя человеками за их 10 агентств. И в итоге получается, что они смотрят на это, и смотрят на большой расплату и говорят, слушайте, ну действительно, для нас это как-то, в общем-то, выгодно получается. Удивительно, но это так, и, в общем, это наша основная работа, на самом деле. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, с командой. Вот, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Я думаю, что мы еще будем много-много-много об этом говорить, в том числе и в доме болельщиках, где я надеюсь, вас всех тоже увидите. Спасибо. Коллеги, смотрите, значит, у нас ситуация сейчас такая. У нас остается Александра Михайловна Бриллиантова, да, и у нее сейчас заседание арбитражного суда идет. Как обычно, эта история затягивается. Поэтому у меня предложение такое. Кто из коллег приехал пообщаться с Александром Михайловной, оставайтесь здесь, подождете. Кто из коллег готов продолжать официальную часть, перевести ее в неофициальную, может это сделать сейчас, и, наверное, мы будем переходить уже в наш ресторан «Олимпийский», где вас ждет банкет. А всем, кто ждет Александра Михайловна, оставайтесь, коллеги, ну, какое-то время немножко подождать, подождите. А вообще, всем спасибо, что пришли.